Нифига себе пигментация. Ой, как жаль, как жаль. Интересненько. Ладно, потом поправлю. Галпер какой-то. Страна радовалась. Привет, красотки и красавцы! Сегодняшнее видео посвящено палетке Ghost Tape 2 бренда Parisa. Это продолжение первой палетки Ghost Tape 1 того же бренда, на которой на моем канале уже есть обзор. Ссылка будет в описании, как обычно. И в этом видео сделаем парочку макияжей, потому что больше тут и не получится. Сейчас расскажу вам и покажу подробно, что к чему и почему. Поделюсь впечатлениями от каждого оттенка, от самой палетки. Выскажу свое суперценное мнение о том, нужна она вам или нет. И является ли она продолжением первой. Также сравню ее с другими палетками других брендов. Ну, оттенки сравню. Посмотрим с вами, можно ли чем-то их заменить. Надеюсь, это видео поможет вам определиться с покупкой. На момент съемки этого видео вторая палетка Ghost Tape продается пока что только на Wildberries. Возможно, когда вы будете смотреть, появится где-то еще. Если это случится, оставлю ссылки на разные места тоже в описании. Вдруг вы захотите ее приобрести. И стоит она на этом самом Wildberries 700 рублей за 8 оттенков. К слову, вот эту первую Paris'у с 15 оттенков я покупала за ту же цену. С нетерпением буду ждать ваших комментариев о том, хотите ли вы эту вторую Paris'у купить или забить. Может быть, она у вас есть. Как она вам понравилась или нет. В общем, обо всем, всем, всем пишите обязательно. Желаю вам приятного просмотра. И напоминаю, подписаться на мой YouTube, если вы еще этого не сделали. Пощекотать колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых видео. А также напоминаю о том, что у меня есть и другие площадки. Телеграм-канал, Яндекс.Дзен, Рутуб, группа ВКонтакте. И Бусти, где выходит дополнительный контент для спонсоров, а также ранний доступ к видео. И давайте уже посмотрим на вторую палетку Ghost Tape. Это очень похоже на первую по оформлению кассета, тоже только поменьше размера. Оформление внутри тоже похоже. Уж что-что, а оформление Ghost Tape'ов у Париса мне очень понравилось. И внутри 8 оттенков, 3 из которых матовые и 5 шиммеров с разными финишами, разного качества, совершенно разными на ощупь и по всем параметрам. Подробности про оттенки расскажу в процессе видео. На свочах я решила не вымудряться и не делать их по цветовым гаммам, тем более, что здесь нет какого-то большого разнообразия. Просто засвочила верхний ряд и нижний ряд. По качеству матовых узнаете все дальше. Про шиммеры сразу скажу, что здесь 4 вида, 4 финиша, 4 разных качества шиммеров. Да, представляете, с 5 оттенков 4 разных вида шиммеров. Это 2 оттенка металлика очень красивых, оба из которых немного дуахромят. Далее такой хлопьеобразный, глинообразный, кремовый, продавливающийся оттенок. Золотисто-лимонный какой-то, в общем, для внутреннего уголка, очень странного качества. Следующий вид это недосатин, то есть он уже не матовый, но еще не сатин, в интересном оттенке сиреневом. И, наконец, глиттер. Не слишком крупный, но и не супер мелкий, очень хорошо и сильно прилипающий к чему угодно, до чего вы им дотронулись, что имеет как свои плюсы, так и свои минусы. И вот этот вот глиттер, это просто серебристый с разными бензиновыми переливами глиттер. Ну, а теперь давайте пробовать на веках эту самую палетку Ghost Tape 2. Сегодня я впервые за кучу времени сделала все в другом порядке. Еще пока что палетку я даже не щупала, она совсем новая и демонстрацию не снимала. То, что вы видели, это я сняла уже после того, как ее на себе опробовала. Ну, я имею в виду сводчи. На веках у меня консилер в качестве подложки. Сделаем-ка мы с вами парочку мейков. Вообще не представляю, что получится. Для меня сюрприз даже, какие эти тени на ощупь. Но думаю, что вы уже слышали, какие же они. Ну что, растушевочного в классическом понимании здесь нет. Какого-то цвета в цвет кожи можно взять из другой палетки. Давайте я буду пробовать сделать все только вот Ghost Tape 2. Возьму-ка оттенок Poison, такой болотненький. И будет он у меня а-ля растушевочным. Следующий буду втушевывать у него. Нифига себе пигментация. Ха. Неожиданно. После первой палетки Ghost Tape реально очень неожиданно, что вот так вот хорошо пигментирован. Ну как минимум один оттенок матовый. Там качество матовых было в этом плане хуже. Обалдеть. Пигментированно ложится и прям наслаивается классно. Не себе чего. Да и растушевывается хорошо. Посмотрим, как будет держаться. Но пока прям вот, знаете, качество совсем другое, чем в первой палетке. Там прилипать особо не хотели. Матовые, особенно вот что-то такое тоже зеленое. Обалдеть. Смотрите, какой красивый сам оттенок. Он вроде и хаки, но такой свеженький хаки. Не часто такие бывают. В нем много желтого пигмента, благодаря чему он не убивает внешность, не делает ее такой серой мышью. Можно его еще наслоить, но мне здесь надобности нет. Наславится он прекрасно. Следующим будет вот этот темный-притемный зеленый, который в палетке выглядит прям каким-то черным даже. Но это темный-зеленый. Прям набирается с одного прикосновения. Очень пигментированно. Прям как пигменты, не тени, а пигменты в дорогих тенях, в дорогих палетках. Начинаю его наносить на внешний уголок вбивающими движениями. Какой красивый тоже оттенок. Знаете, вайп субкультура Анастасии Баверли-Хиллсовской пока что. Хотя там грязней подобные оттенки выглядят. Но есть похожий на вот этот. В том больше какого-то синего, изумрудного. А здесь очень красивый зеленый. Будет круто, если он поведет себя хорошо. Ну, местами он как-то прозрачно лежит. Не так, как у Джеффри пигменты. Не так, как у Мелт подобные. Да, там зеленые есть пигменты. Прозрачней, конечно. И поверх предыдущего, вот да, местами он у меня поверх нанесен. Я еще не тушевала. Я пока только вбивала. Просвечивает предыдущий оттенок. В общем, такой он не очень равномерный. Есть такая же штука, как то, что мне не очень понравилось в Гостейп 1. Но достаточно прилично смотрится пока что. Посмотрим, что будет дальше. И по краю очень аккуратно его оттушевываю вот в тот предыдущий салатово-хакивый. Предыдущей кистью тоже подтушевываю. Ну и вот в том месте, где немного поверх, да, предыдущего оттенка, прям такое, дырка такая. И ее уже не перекроешь. Я пробовала, не получается. Такое вот качество этого оттенка. Дальше, конечно, самым логичным будет добавить зеленый шиммер. Но я хочу сделать, ну, что-то такое поинтересней, поразноцветней. Ну, понятно, что зеленый здесь будет смотреться хорошо, да, в этой гамме. Я добавлю сюда голубой. Очень красивый, интересный оттенок в палетке, по крайней мере. Ой, он на ощупь какой. На ощупь он не похож на шиммеры, которые были в Парисе первые. Гостейп. Там какие-то они даже не кремовые, какие-то глиняные, так сложно набираются на палец. А здесь вообще легонечко дотронулось. Очень приятный на ощупь. И мгновенно вот так с первого прикосновения не надо. Вот так вот делать, так вот раз, и все. И он уже на палец. Смотрите, какой красивый металлик. И он дуахром. С одной стороны он смотрит с каким-то изумрудно-зеленым, а с другой стороны голубым, таким прям бирюзовым, что-то каким-то, блин, вообще. Ой. Сейчас он мне, я даже посмотрела сейчас в палетку, чтобы убедиться, что я его набрала на палец, а не тот самый зеленый из нижнего ряда. Нет, я набрала голубой и наношу сейчас голубой. Но с этого ракурса, с которого я смотрю на него в зеркало, он смотрится зеленым пока что. Понятно, что он будет дуахромить. Вообще офигенно переносится. Мне очень нравится. Как? О, вот сейчас вижу. Он у меня из изумрудно-зеленого. В теплый зеленый переливается даже с какой-то желтинкой. И как раз в голубой. А теперь синтетической кистью до наношу туда, куда пальцем неудобно. Здесь такой оляк от Крис сделаю. До заполню. Очень красивый оттенок. Я после первой гостейп, где мне понравились шиммеры по эффектности, но странная у них, конечно, консистенция на мой вкус. И где матовые, не очень качество. Я ничего абсолютно не ждала от вот этой вот второй палетки гостейп. Но, несмотря на то, что вот этот зеленый не идеальный, мне пока вообще все нравится. Особенно такой красивый качественный шиммер. Вот это да. Я-то думала, будет контрастность. Тут зеленый, тут бирюзовый, какой-то голубой. Но в итоге смотрится зеленым в основном. Ладно, попробуем сделать что-то праздноцветней. Не знаю, что из этого выйдет. На нижнем веке. На внешний уголок которого я нанесу синий. Темная вода. Прямо пока эта палетка меня радует. Если тут еще и синий. Да нет, не такой уж хорош. Я, конечно, его сейчас проверю на втором веке подвижном. Но даже на нижнем вижу, что он совсем прозрачно ложится. Как жаль, как жаль. И пикнисто. Просто после вот этого салатового я прям ждала, что все будут такими классными. Синий такого качества, которое лучше наносить поверх подложки. Какой-то черный или синий. Но не без всего, потому что будут пятна и будут прозрачности. И есть подозрение, что будут исчезать. Так же, как и темно-зеленый. Да, это, конечно, расстраивает, расстраивает. Рано радовалась. Во внутренний уголок наношу фантом. Так. Тут во внутренний уголок, наверное, лучше было бы на супербонт нанести. Что-то он кистью не хочет переноситься. На ощупь сейчас попробую. Напоминает как раз-таки какой-то с оттенков в гостейп один. Давайте нанесу его на супербонт, а то он что-то не прилипает. Кстати, это одна из немногих палеток, которую мне удобно держать в руке и краситься, глядя в нее, даже снимая видео на камеру. Просто я стараюсь что-то очень маленькое держать в руках, чтобы там свет на лицо как-то, ну, чтобы свет не загораживало эти штуки. А тут и держать легко, и вообще все отлично. Так, супербонт нанесла. И снова пытаюсь распределить оттенок фантом. Реально, вот здесь вот уже качество похоже на некоторые сияшки из гостейп один. В общем, не удивило меня в этом плане. Да и по оттенку просто такой вот, знаете, такая вот сияшка во внутренний уголок симпатичная. Ну, можно хоть вообще в любой макияж добавлять. Мне кажется, такой оттенок будет уместен везде. Ага, ну вот пока что. Темный-зеленый исчезать продолжает. И на оставшееся место давайте-ка я нанесу вот этот луна-эклипс. Сиреневенький, он с виду не матовый, не шиммер, он какой-то недосатин. Давайте я его пощупаю уже в конце концов. Да, это то, что я называю недосатином. Смотрите, какой красивый. Прямо же какой-то неоновый. Прям интересненько. Как вот он сейчас перенесется на нижнее веко. Конечно же, те места, куда я попадаю сейчас кистью и где нанесен синий, там синий исчезает. Но могу сказать, что не очень хорошо в это место. Он ложится, нужно наслаивать, наслаивать. Мне кажется, что лучше всего он нанесется и наслоится пальцем на верхнее подвижное веко. Ну что, я прокрасила межреснички слизистые, эту стрелочку черным нарисовала. Там у меня все черное, чтобы гармоничнее смотрелся макияж. И на нижнем веке поверх оттушеванного чуть-чуть вниз карандаша продублировала вот эти самые оттенки, которые лучше прилипли и стали смотреться тоже лучше. Начиная с этого темного синего матового и заканчивая вот этим сиреневым. Так что, если собираетесь покупать эту палетку, то следует знать о том, что нужно запастись и подложками. И тогда все будет хорошо, ну или хотя бы лучше, чем без них. Давайте посмотрим, как сейчас выглядят тени все, чтобы потом было с чем сравнить. И перейдем к второму мейку. Ну и что, и макияж номер два. Я здесь пальчиком чуть-чуть вот распределяю консилер, который подскататься мог. И здесь буду тестировать темный синий, эту самую темную воду. Но вмешать ее с вот этим салатовым у меня нет никакого желания. Во-первых, синий гораздо худшего качества, чем салатовый. И это станет еще сильнее заметно. Так что давайте возьму какой-нибудь растушевочный из первой палетки. Наверное, это будет скелетон. Такой он серенький. Просто для того, чтобы в него было не страшно, если что, втушевывать синий, чтобы было меньше пятен. А теперь темно-синий наношу вбивающими движениями на внешний уголок. Если вот так наносить, он будет сам себя смахивать, стряхивать. Так вроде бы и ничего смотрится, правда? Теперь аккуратненько. Хотя, вот смотрите, я еще не растушевывала. Видно все равно, что он тоже как темно-зеленый, как-то прозрачно местами ложится. Такого качества, именно синий, я вообще не люблю. Ну и ладно, мало ли что, я там люблю. Чистой кистью пытаюсь его втушевать в светлый. Криво он растушевывается. Что бы было, если бы я растушевочную не нанесла. Плюс ко всему, когда наносишь его вбивающими движениями, все равно нужно вот так вот дотронуться, чуть-чуть потянуть, потому что иначе он не ляжет совсем. В общем, это не та история, которая с очень такими прям супер пигментированными пигментами. Да, масло масляное, но по-другому это не опишешь. Вот пытаюсь наслоить, растушевать. Я думала, что будет еще хуже, когда наносил этот синий на нижний век здесь, но выглядит лучше, чем я ожидала, но это все равно не нравится мне, потому что пятнами и там, где я вбивала, и там, где я тушевала, тушуются, очень сложно. Пятна все равно остаются, несмотря ни на что, но синий вообще сложный оттенок, да, и в изготовлении, в использовании, но вот этот я использовала так же, как любые там синие супер пигментированные тени, любые пигменты, и он ложится плоховато. Убирать полностью тени с подглаза, наверное, смысла нет, я вот так сейчас попыталась смахнуть, он только растерся, ладно, потом поправлю. Ну что, нужно, по идее, показать, как работает этот голографик, типа, самый красивый оттенок, я не знаю, но я не буду этого делать, потому что это голографичный глиттер. Это не супер прям огромные блестки, но они достаточно большие, то есть это не спаркл, никакого ничего такого, это реально прям блестки-блестки. И они плохо будут стираться, я боюсь, что попадут в глаз, сейчас уже сезон весенней аллергии, не хватало мне еще, вот чтобы глиттер мне в глаз попал. Я такие оттенки, и крупный, и помельче глиттер не использую из-за всяческих происшествий со мной, поэтому это минус один оттенок из восьми в этой палетке. Да и вообще мне такой вот серебристый какой-то голографик как-то не мое, не нравятся мне вот эти переливы, как-то на мой вкус, вот для меня, на мне, это смотрится дешево, поэтому мне оно не надо. А нанесу я для контрастности вот этот зеленый, сейчас мы посмотрим, как они вообще отличаются на веках или нет. О, на ощупь точно такой же, как тот голубой, и тоже начну нанесение пальцем. Также шикарно наносится, и в нем больше желтого, то есть он потеплей. Он очень хорошо перекрывает матовую, можно из-за какая-то грязь получилось это замазать, что я сейчас и сделаю. Тут вообще ужас, что происходит. Очень напоминают мне эти матовые, темные, по всем параметрам и по тому, как они ложатся и исчезают. Матовые из ботея, некоторые алишные, там у того же в калюр есть некоторые не очень удачные матовые в палетках, такие полупрозрачные, пятнистые. Еще у Ходжи, например, палетки теней, которые вот у меня сто лет в обед на Алиэкспресс покупала. Там тоже, не знаю, как их новинки, которые сейчас появились в подружке вроде как, но вот та палетка, которую я давно-давно покупала, на то время там были прям хорошего качества за ту дешевую цену. Шиммеры, а матовые были, ну вот, примерно такие, только цвета другие. Криво-косые пятнами как-то смотрятся. Я ждала уже, что палетка разнообразна. Ну, тут зеленый получается, тут зеленый, хотя этот зеленый, по идее, голубой, ничего не понятно, но очень интересно. Из-за того, что темный-синий, темный-зеленый, такого вот не очень качества, у меня нет желания никакого наносить что-то из них на нижний век, но что-то туда надо нанести. Несмотря на то, что салатовый для этого светловат, матовый салатовый, я его туда нанесу, потому что он мне понравился. По качеству. Да, вот он прям хорош. Совсем он не похож на остальные матовые в этих двух палетках. И все оттенки у нас с вами в палетке закончились. Нового что-то показать не могу, голографик показывать не буду. Во внутренний угол нанесу фантом, который мне не понравился, потому как он проваливается в палетке, как его сложно набрать. Это сейчас я уже могу сказать, уже не хочу опять же его наносить, но придется. Снова на Супербонд это сделаю. На нижний век тоже нанесу тот самый сиреневый недосатин, Lunar Eclipse. Фингал прям какой-то. И если его наносить не на Супербонд, то он такими чешуйками сделан, выглядит такими чешуйками, которым прилипать не к чему, они сыпятся. Нужно либо их растирать вот так пальцем, либо наносить на что-то такое очень липкое, типа Супербонда или глиттерного клея. Защипал глаз. Ой, я поняла, он этими чешуйками очень напоминает вот этот оттенок Noise из первой палетки Ghost Tape. Ну, любитель такого качества. Ну и что, и сиреневый на нижнее веко добавляю. Я доделала макияж, тоже стрелку нарисовала, прокрасила между реснички, чуть-чуть вниз оттушевала. В итоге этот салатовый светлее смотрится, чем сиреневый на нижнем веке, поэтому я продлила сиреневый до самого внешнего уголка. И как по мне, эти два макияжа, хотя сделаны разными оттенками, получились какими-то очень уж похожими. И палетка оказалась совершенно не разнообразной никакой, очень однотипной, и как ты тут не старайся, чего... Нет, ну можно, конечно, еще там, например, затемнить синим или там затемнить темным-зеленым, а на подвижку нанести этот сиреневый, ну как бы смысл от этого не поменяется. Одна и та же цветовая гамма, что бы вы ни делали. Как выглядит матовый синий на верхнем веке, мне не нравится совсем. Он продолжает бледнеть, тускнеть, дырки какие-то в нем появляются, в общем, ужасно смотрится. И что он, что этот темный-зеленый, выглядит, опять же, плохо. На мой взгляд, вот мне лично это не нравится, когда я в зеркало смотрю, в том числе и потому, что они совсем не плотные по сравнению с шиммерами, которые рядом. И шиммер я наносил, как вы помните, без каких-то липких подложек. Тут просто нанесены шиммеры, которые выглядят плотнее, чем матовые, и вот когда так происходит, это смотрится всегда не очень хорошо. Ну хотя, на вкус и цвет, как говорится, но я такой вообще не люблю. Кстати, темный-зеленый, особенно по сравнению с синим, выглядит более-менее, и как-то особо даже не ухудшился его внешний вид. Но, несмотря на это, такое качество матовых я не люблю. Я, конечно, не знаю, возможно, учитывая то, что гостейп это такая хэллоуновская, на мой взгляд, тема, производитель и хотел сделать то, что сделал, чтобы лежало все как-то прозрачно, пятнами, фиг пойми как. Просто я не понимаю такой задумки, поэтому просто это не мое. И к первой палетке у меня были вопросики, но их было гораздо меньше. В итоге, я сейчас, конечно же, сравню эту вторую гостейп, которая, по идее, продолжение первой, но я не поняла, в каком месте она продолжение первой. Она и как продолжение, ну, какое-то такое странное, непонятно зачем оно, первая палетка очень разнообразная, там всего достаточно. И если рассматривать вторую гостейп саму по себе, тоже какая-то она никакая, потому что разнообразия нет. Мне, ну, вот лично для меня она такая, потому что мне очень много чего в ней не понравилось. Если в первой палетке я на этом могу закрывать глаза, потому что там 18 оттенков за 700 рублей было, по крайней мере, то в этой палетке 8 оттенков за ту же цену. Я вообще не понимаю, за что такие деньги? Потому что, вот смотрите, я рассказываю только о себе. Вам, возможно, очень понравилась эта палетка. Я ни в коем случае не хочу вас как-то оскорбить, задеть и так далее. Если она вам понравилась, это же просто замечательно и прекрасно, потому что, когда заходит и нравится качество палетки за 700 рублей, что же может быть лучше? Только классного качества палетка за 500 рублей, правда ведь? Что я могу сказать? Мне в ней понравился один матовый из трех, салатовый этот, и он красивый, и я его, возможно, буду дальше использовать в каких-то макияжах. Мне понравилось два вот этих шиммера, потому что они офигенного качества, они очень красивые, они посоревнуются с дорогими брендами. Супер металлики, один из которых даже дуахром. На самом деле они оба интересны. И если бы у меня здесь было что-то из другой гаммы совсем, там, с какой-нибудь коричневый, ну, например, там, здесь тоже был какой-то еще оттенок, они бы смотрелись гораздо контрастнее, чем вот сейчас это выглядит. Хотя я не знаю, что меня там ждет на монтаже, может, я увижу, что на видео это снялось как два абсолютно вообще непохожих оттенка. Так что да, вот эти два понравились. Этот не понравился хлопьями, мягкий, продавливается чешуйками такими, ложится, надо на что-то лепить, крепить. Нет, я такое не люблю, могу, конечно, использовать, если больше ничего нет, могу с тем мириться как-то, но если спрашивают, люблю или нет, нет. Вот эти суперские, в первой палетке такого качества, ну, разве что, грин молд, вот там, салатовенький такой тоже. Приятный очень на ощупь и прям похож на них. Сейчас пощупаю. Ну да, они с ним похожи на ощупь. И по оттенку он мне понравился тоже. Сиреневый подобный у меня есть, и, кстати, несмотря на то, что он такой недосатин, в общем-то он несложный в использовании, из-за того, что он такой неоновый, мне он очень понравился. Так что, по сути, мне понравилось три шиммера, этот бесполезен для меня. И если вы тоже не используете глиттеры, то имейте в виду, что это он, это глиттер. Минус один оттенок в палетке. Итого, из восьми оттенков мне понравилось четыре, это половина. И для меня эта палетка не стоит 700 рублей, потому что, несмотря на то, что здесь красивые зеленые, но можно найти красивые зеленые в других палетках, и четыре оттенка, ну, как бы за 700 рублей. С одной стороны, вроде недорого, с другой как-то дороговато, потому что ты рассчитывал на восемь оттенков, в итоге можешь пользоваться четырьмя. Ну, такое себе. Но, повторюсь, все любят разные, кому-то, возможно, такое качество очень понравилось, это я его не поняла. И в связи со своими такими вот впечатлениями могу рекомендовать Гостейп 2 тем, кто готов заплатить эту стоимость за два вот таких вот очень красивых шиммера, еще один такой вот сиреневый, и хорошего нормального качества салатовый. Потому что, боюсь, что остальное тоже многих может расстроить. Для меня палетка, повторюсь, однообразная, и, ну, никакая. Я очень не люблю, когда пол палетки не нравится. Один, два оттенка еще куда не шло, ну, не пол палетки. А теперь давайте посмотрим, во-первых, на свотча Гостейп 2 вместе со свотчами Гостейп 1, чтобы вы смогли для себя понять, является ли Гостейп 2 продолжением Гостейп 1. Очень интересно будет узнать в комментариях, как вы считаете, потому что, ну, вот, мне не кажется, что это какое-то продолжение, мне кажется, это две самостоятельных палетки, и как-то первая без второй прекрасно себя чувствует. А во-вторых, давайте посмотрим, похожи ли оттенки из Гостейп 2 на какие-то другие, других брендов, и можно ли их чем-то заменить. Салатово-хакиевый из Гостейп 2 сравню с хаки из Гостейп 1, с оттенком из Хеллоу Денсай, из Флора Стори, того же бренда, и из Бладмани. И больше всего на оттенок из Гостейп похож, на мой взгляд, из Бладмани Джеффри Стар. Два зеленых шиммера сравню с салатовым шиммером из Гостейп 1, с оттенком из Блю Блад, он какой-то зелено-голубой. И вот так они смотрятся. Все разные. Ниже сравнение с оттенком из Ситок О'Денсай, с двумя оттенками из Диффьюжн Париса, и с зеленым из Бладмани. Опять ничего похожего. Далее сравнение с тремя мультихромными однушками от Денсай, которые в рефилах чем-то похожи, на Гостейп 2. Но на сводчах сходство есть не по оттенкам, а по блеску, по финишу. И еще пару оттенков из Мелт добавила. В общем, ничего похожего полностью у меня в коллекции не нашлось. Сиреневый шиммер могу сравнить с оттенком из Революшн, который сильнее блестит, хотя вроде тоже сатин. Ну и давайте матовый сиреневый из первой Гостейп добавлю. И он даже по оттенку другой. Самый светлый шиммер вот так отличается от самого светлого шиммера из первой палетки. В Гостейп 1 он серебристый, а во второй золотистый. Темно-синий матовый сравню с Блю Блад. Ситок Оденсай и синий из Гостейп 2 на них совсем не похож. И темно-зеленый матовый его сравню с оттенком из Блад Мани. С Хелло Оденсай и с Мелт. Не похож он на них. Такой вот обзор у меня получился. Надеюсь, он поможет вам определиться с покупками. Желаю вам солнышка, отличного настроения, классной, качественной косметики, которая будет вас только радовать. Пока-пока. Какая чистая у меня рука. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok